Добрый день, YouTube! Добрый день, наши подписчики! Под нашими видео, в комментариях, вы не раз просили нас сделать обзор по автомобилю Suzuki Grand Vitara 2.4. Ну что ж, просили, делаем. Значит, соответственно, перед вами два автомобиля. То есть, Grand Vitara 2.4 2008 года и, скажем так, второй рестайлинг этой же машины Grand Vitara 2.4 2013 года. Ну, на чего она выпускаться в конце 2012, но условно отсечкой можно считать 2013 год. Значит, ну давай мы их туда покажем, Кирилл, обойди их. И потихоньку будем разговаривать о видимых отличиях. То есть, как вы видите, у автомобилей разные, разные передние части кузова. То есть, что изменилось? Изменилась форма переднего бампера. Покажи ее. То есть, этот автомобиль, который 2008 года, он конструктивно ближе к двухлитровым автомобилям по переду. То есть, дизайн бампера практически такой же, как на двухлитровой машине. Отличается шириной вот этой вот полки. То есть, человек, который не знает этого нюанса, он никогда не поймет, то есть, как бы, рестайлинговый это бампер или не рестайлинговый. То есть, как вы видите, по оптике, по бамперу, это практически двухлитровый автомобиль. Значит, здесь стоят доп. элементы, которых, естественно, нет в заводе. Это вот эти вот накладки. То есть, в норме эта машина, она просто с обычной черной решеткой радиатора. Значит, что мы видим здесь? На 2013 году, вплоть до 2015, японцы изменили форму радиаторной решетки. Японцы изменили форму бампера. То есть, он стал состоять из нескольких элементов. То есть, он стал разборным. Появились накладки ПТФ, нижняя вот эта вот губа, соответственно, другая решетка и вообще другой профиль. Оптика на этих двух машинах, она стоит галогеновая. Поэтому разницы по ней, в принципе, нет. То есть, капоты, крылья, фары, все осталось то же самое. Значит, что мы... Давай, обойдем ее. Что мы видим еще? Да, в общем-то, по большому счету, ничего другого мы не видим. Потому что вот эти вот резиновые накладки, это, соответственно, тюнинг, который, опять же, не входил в базовую комплектацию этих машин. Так, очевидно, захотел первый владелец при приобретении этой машины у дилера и, в целом, в общем-то, по кузову эти автомобили, они абсолютно равнозначны. Кроссовер в большинстве случаев это автомобиль для путешествий. Ну, не могу сказать, что Гранд Витара в этом кузове может похвастаться огромным багажником. Давайте посмотрим, кстати, как он выглядит. Ну, в общем-то, минимальное, скажем так, место для размещения в бакваже у вас будет. То есть, есть также штатная шторка, которая прикрывает груз от посторонних взглядов. Есть сиденья, которые можно сложить. Ну, есть, в общем-то, такой вот японский скромный комфорт. Открыв капот, мы можем увидеть подкапотное пространство и агрегаты. Кирилл, средоточься тогда поближе на них. Значит, дай крупный план. То есть, ну, соответственно, расположение модулей, да, то есть, это блок управления двигателем, блок АБС, непосредственно силовой агрегат, сам двигатель. АКБ, воздушный фильтр корпусового, да, то есть, и если мы перейдем сейчас к другой машине, кристайлинговой, 13-го года, то, в общем-то, никаких глобальных отличий мы не заметим. Чем хороши японцы, они исповедуют вот тактику, скажем так, автолаза раннего. То есть, они стараются особо не менять конструкцию, ограничиваются рестайлингом. Единственное, вот покажи разницу, отличается дизайн дисков колесных. Потому что в базе до рестау шел вот в таких колесах, а с 13-го года диски стали вот такой формы, то есть, более, как бы, новые, более свежие. По салонам. Значит, оба салона на этих машинах нештатные. Сами понимаете, руки не первые. Давай мы покажем сначала старенькую, зайдем сюда. Значит, здесь очень много, как бы, всего в голубых тонах, но владелец так видит. Этот тюнинг, который, в принципе, как бы, тоже делался у нас. Это аэрография. И, соответственно, вот так сейчас выглядит салон этого автомобиля. Вот левая обшивка, если покажешь, видно, что она еще не доделана. То есть, машина пока находится в процессе. И теперь давай мы откроем второй салон. То есть, здесь, как бы, тоже у нас все нештатное. Здесь стоит самошивный, скажем так, салончик. Вот так это выглядит. Китайская магнитола, которую вы увидите на приборной панели, она является здесь, как бы, штатной. Так решали вопрос дилеры в момент продажи этих автомобилей. Потому что на старте продаж, как бы, машина уже морально устарела. И так как у всех конкурентов была навигация, дисплей, то есть, ну, просто поставили сюда китайские магнитолы и, соответственно, решили вопрос вот так. То есть, в общем-то, друзья, вы понимаете, что, ну, большой разницы нет. Значит, сейчас мы тогда попробуем понять, как эта машинка, она ведет себя в движении, то есть, что от нее ожидать. Ведь, я так понимаю, раз вы смотрите наш обзор, вы задумаетесь ее приобрететь, скорее всего. Вот. Ну и, соответственно, попробуем сделать какие-то выводы о ее ходовых качествах. Как вы видите, оказались мы внутри Гранд Витера 2.4. И давайте теперь немножко обсудим, так сказать, чем нас может порадовать салон этого автомобиля. Сразу попрошу сделать скидку на вот этот вот голубой интерьер. Покажи его. То есть, в принципе, конечно, штука забавная. То есть, смотрится это очень интересно. Опять же, на солнце работает. Тоже такая интересная технология. Ну, если будут вопросы, пишите в комментариях, расскажу. Объясню, как бы, что это все, естественно, нештатно. Владелец просто так видит. То есть, в норме все это идет просто серебристого цвета. Соответственно, то есть, вот эти вот части, скажи еще раз. То есть, эти части, они в серебре. Ну, и, соответственно, как бы вот этот просто черный. Не под лаком, а просто пластик. То есть, что мы имеем здесь позитивного в этой Витере? То есть, чем вы можете вводить приживание? Значит, мы имеем большой салон. Вот дай, пожалуйста, кадр на то, как расположены мои ноги. Значит, во мне 150 килограмм и рост у меня 198 сантиметров. То есть, я реально очень такой немаленький парень. Значит, если ты посмотришь, Кир, я сижу в этой машине абсолютно вольготно. Значит, скажу так, как человек, у которого есть разные автомобили, я не сижу так ни в Ant Cruiser 200, ни в Land Rover, ни в одном большом внедорожнике. В общем-то, как бы, Mercedes может быть там GL, да, то есть, похожая. Но, скажу так, если у вас высокий рост, парни, то эта машина, она реально для вас. Минусом будет что? То есть, если ты покажешь место за мной на втором ряду, то, да, практически, конечно, его уже там не будет. Да. То есть, сесть за мной уже не получится. Только ребенок или какая-то очень миниатюрная, там, молодая, неполная, подчеркну, как я, девушка. Значит, теперь пробежимся быстренько по органам управления. То есть, что вы получите за свои... Ну, сколько сейчас стоит машина 2008 года, в которой мы сидим? Ну, в общем-то, я думаю, от 450 до 650 тысяч, в зависимости от состояния. Я бы так сказал. Итак, что мы получим там за свои, грубо говоря, 10 тысяч долларов? Значит, что у нас будет? У нас будет, соответственно, приборная панель. Покажи, пожалуйста. Там будет вот такое вот, конечно, плохо видно, потому что это синее все. Да. Да, ну, в общем, вы сможете увидеть положение передачи, увидеть пробег, расход топлива, запас топлива. Кстати, на этих машинах точно он никогда не работает. То есть, учитывайте это при поездках. Значит, вы получите управление, соответственно, как бы корректором фар, потому что в этой комплектации, ну, именно на 2008 году еще нет автокорректора. Он появился чуть позднее. И на более, скажем так, комплектациях богатых. Значит, далее. Чего еще нет в этой машине из того, что это действительно нужно и полезно? Вот если ты дашь кадр вот сюда, ты увидишь, что здесь нет системы ESP в этой машине. Здесь стоит просто заглушка. То есть, как вы видели на машине 2013 года, там находится кнопочка, когда мы показывали салон. И кнопочка эта отвечает за отключение системы ESP до 40 км в час. Нужно это только на бездорожье, когда вы что-то там такое предотвратите, глину с углинок, там, ну, и прочие какие-то жизненные неприятности. Значит, и так, что еще в этой машине есть полезного? У этого автомобиля, в эти деньги, в любом случае, вне зависимости от наличия там ESP и прочих моментов, прочих, будет раздаточная коробка. Раздатка здесь кулачковая. То есть, хорошая, надежная, приспособленная для езды по бездорожью. Значит, у нее следующий режим. То есть, вот есть режим нейтраля. Активировать его можно вот так, то есть, поддержав какое-то время. Вот, загорится у нас сейчас вот здесь вот индикатор нейтральной передачи. И получите вы возможность какую-то. То есть, если я сейчас отключу педаль тормоза, а, ну, мы стоим не под уклоном. Ну, ладно. Смысл заключается в том, что если включить нейтраль на коробке и нейтраль на раздатке, вы сможете буксировать машину с автоматом. Любое нужное вам время. Потому что таким несложным способом вы отключите полностью всю трансмиссию. То есть, можно без ущерба эту машину будет буксировать. Значит, возвращаемся мы в, соответственно, в обычный режим входовой, в 4H. На котором вы, если купите такой автомобиль, будете двигаться там 99,9% всего времени ваша эксплуатация. И, значит, есть у нас еще два интересных режимчика. Это режимчик 4H-лок. Активируется он вот так. Вот так и покажем сейчас тоже зрителям. Вот. Значит, появляется вот такая пиктограммка, да, то есть, которая говорит нам о том, что мы заблокировали раздатку. И передние и задние колеса у нас будут теперь вращаться с одной скоростью. И если мы уж совсем забрались куда-то прямо такую в центральную Россию, где много грязи, там болот и еще что-то, есть такой режим, который называется 4L-лок. То есть, это блокировка раздаточной коробки и, соответственно, включение пониженной передачи. Как осуществляется переключение? Ну, когда мы эту машину поднимем на подъемнике, расскажу подробнее. Ну, в целом, на раздатке стоит электромотор, похожий на мотор дворников, да? Не дворников, прошу прощения, на мотор стеклоподъемника, который и осуществляет переключение вилок и зацепления. Значит, что у вас будет еще? У вас будет климат. То есть, соответственно, на 2008 году у вас будет климат. Он будет нераздельный. То есть, вы сможете регулировать температуру для пассажиров двух передних. Ну, сзади там уж как повезет, там своего управления нет. И, по крайней мере, в отличие от более старых версий, будете видеть, что у вас как бы там происходит. Ну, что касается работы климата, то, в общем-то, нельзя ее назвать там мега какой-то корректной. И поддерживать температуру этот автомобиль очень-очень примерно. Ну, вы это поймете как бы весной-осенью, когда значения будут пограничные. То есть, когда там будет 16-18 градусов, вы будете периодически мерзнуть или вам будет, наоборот, жарко. То есть, это как пойдет. Значит, едем дальше. Ну, дальше понятно, да? То есть, это управление, собственно, как бы забором воздуха, либо рециркуляция, либо забор с улицы. Подогрев непосредственно, в общем-то, как бы заднего стекла. Включение кондиционера принудительно. Все как бы базово, как и везде, все скучно, нудно и неинтересно. То, что вы видите вот здесь, это не обшивка сидений. Это чехлы, которые имитируют кожаные сидения. То есть, это не полное 2,4. В полный идет, соответственно, кожаный салон. Ну, как кожаный, псевдо-кожаный, эко-кожа, да? Ну, в принципе, при надлежащем уходе, если предыдущий владелец этого автомобиля следил и делал там процедуру кондиционирования кожи, смазывал ее, то есть шанс, что до вас эта машина дойдет в нормальном состоянии. Значит, из нелепых вещей, если вы откроете, допустим, бардачок, то вы не увидите в нем в базе подсветки. То есть, при всем желании, как бы никакой подсветки вечером у вас не будет. Значит, соответственно, зеркало тоже самое обычное, никакого автозатемнения здесь нет, подсветок тоже нет. Самурайский эскетизм, друзья мои, за 10 тысяч долларов ждет вас в этом автомобиле. И, в общем-то, как бы, может быть, у некоторых из вас встанет вопрос, а зачем вообще, как бы, эта машина нужна? Об этом мы поговорим чуть позже. Значит, если мы продолжим, как бы, дальше обсуждать богатейшую комплектацию вот этого вот японского, скажем так, внедорожника, все-таки это больше внедорожник, даже, чем кроссовер, то мы заметим, что здесь 4 электрических стеклоподъемника, собственно, вот они, из них в автоматическом режиме будет работать только водительский управление центральным замком, блокировка стекол. Да, в общем-то, парни, и все. Как я уже говорил, датчика дождя здесь нет. Вот, датчик света, в принципе, как бы, здесь есть. Ну, клемматроник посредственный. Значит, в чем еще есть проблема? Кирилл, покажи тогда сразу вот лобовое стекло. Видишь, на нем трещина. То есть, вот эту трещину, ну, там, тут или здесь, перманентно, вы будете наблюдать постоянно. Вот, обратите внимание, это же скола, да? Вот, скольчик. Значит, почему это происходит? Крайне-крайне неудачный угол наклона лобового стекла. То есть, реально, любой камень, который будет лететь вам в стекло, в лучшем случае, это скол. В худшем, трещина. То есть, к этому надо быть готовым. Значит, из комфорта, из лакшери, как бы, прибуд, вы увидите здесь очешник. То есть, господа, это вот единственное, чем вас порадует японцы. Это очешникам. Ну, штурманский свет, соответственно, да? То есть, как бы, ну, здесь он диодный, потому что так захотел хозяин. И в голубых тонах этюд у него получился. Ну, а, в принципе, как бы, он обычный, как бы, теплый, ламповый, желтый. Ксенона, как я и говорил, в этой машине нет. То есть, здесь галогенка. Ну, противотуманные фары, я думаю, обсуждать мы не будем. Комплектация простая. Омыватели, фароомывателя здесь, соответственно, как бы, тоже нет. Вот. А теперь давайте мы сделаем что? То есть, как бы, изучив немножко богатейший внутренний мир этого автомобиля, мы попробуем понять, почему люди их покупают. Ну, на бездорожье мы не поедем. Хотя, вообще, по-хорошему надо показывать это там. Попробуем прокатиться просто сейчас по городу. Посмотреть динамику вот этой мощнейшей рядной четверки. Мощностью в 165, грубо, лошадей. Кстати, потолок по скорости, который заявлялся производителем, это 185 где-то километров в час. Ну, на практике бывает, в общем-то, и чуть быстрее, и чуть медленнее. Зависит от состояния двигателя и общей усталости автомобиля. Так, ну что же, трогаемся. Приведя селектор коробки в положение драйв. А коробка здесь, кстати, четырехступенчатая. То есть, выдвигаемся мы потихонечку в путь. Значит, как вы слышите, я думаю, микрофон передает вот эти вот удары по ходовой. Машина не мягкая, то есть автомобиль этот жесткий. Но, знаете, если вы любите ездить активно, то скорее это будет плюс, чем минус. Потому что эта витара, она дает должное, что именно этот автомобиль по ходовой исправен полностью на данный момент. Благодаря своей жесткой подвеске неплохо стоит на дороге. Что мы вам сейчас попробуем продемонстрировать. Значит, по приемистости двигателя. То есть, ну, вообще, динамика заявлена где-то порядка 12 секунд до сотни. 11,8, 11,9. Ну, вы сами понимаете, что производитель немножко вукает. То есть, это, наверное, там на высокооктановом топливе, в невесомости, там где-то, я не знаю, в безвоздушной атмосфере, там где нет трения. То есть, реально, как бы, разгон здесь небыстрый. Несмотря на то, что, в общем-то, 2,4 литра объема. Ну, почему? Потому что, вообще, вот эти автомобили, они строились, ориентировались под Америку. На американский рынок шли другие автомобили с другими двигателями. То есть, там были V-образные шестицилиндровые 2,7. Вот. И, соответственно, V-образная шестерка с объемом 3,2. Те машины имеют динамику там в районе 9 секунд до 100. Немножко есть отличия там по ходовой, но это уже тогда мы в следующем обзоре, когда у нас будет такая машина. Сакцентируем. Сейчас же вернемся к 2,4. Вот давай покажем, как она проходит повороты. Бострее сейчас. То есть, в принципе, вот видите, да, не сильный крен кузова. По большому счету нельзя сказать, что машина была вулкой. Ну, здесь пока скоростных у нас никаких моментов не будет, потому что ограничение скорости у нас в городе, сами знаете, 60. А мы едем уже, в общем-то, 70. То есть, на пороге, можно сказать, штрафа. Поэтому подождем, пока наступит скоростной участок. Вот покажи сейчас мою руку. То есть, рейка здесь, в общем-то, хорошая. То есть, любое легкое движение рукой вызывает моментальные изменения траектории движения автомобиля. Ну, вот поворотик, да, то есть, покажем просто, как эта машина держит дорогу. Держит он ее, согласитесь, очень прилично. Поэтому в ней нет намека на спорт. Вот двигатель, в общем-то, здесь немощный. И ходовая здесь неусиленная, как на 3.2. То есть, амортизаторы здесь стоят совершенно обычные. Такие же, как на двухлитровых версиях. Что касается динамики. Ну, попробуем мы сейчас немножко разогнаться. И пройти немножко, по увереннее, круговую связку. То есть, вот так вот это будет выглядеть. Тормоза, кстати, вот обратите внимание, тоже хорошая. Это поборником морали. О том, что мы ездим опасно или еще что-то. Мы все видим и на все успеваем реагировать. Обратите внимание на работу ходовой. Вот сейчас мы будем проезжать лежачий полицейский. То есть, в общем-то, если это происходит в разумном диапазоне скоростей, то есть, 20-30 км в час, то никаких проблем нет. Нет, если быстрее, вот тогда машина уже отзывается громкими ударами. То есть, здесь через лежачие полицейские на скорости прыгать не надо. Это будет дорого. А почему это будет дорого, я объясню сейчас. Потому что в данный момент мы возвращаемся на сервис, где мы ее поднимем и расскажем вам, господа, к чему же вам готовятся с точки зрения ремонта этого замечательного автомобиля. Ведь я подозреваю, что именно за этим вы смотрите этот ролик. Обзоров по ним много. Но, знаете, как бы много воды и много теории. Теперь давайте вернемся к практике. Есть еще один нюанс, который бы хотелось вам показать. То есть, сейчас мы поговорим о клиренсе этого автомобиля. То есть, в принципе, это около 20 сантиметров. Но в городе, да и, в принципе, за городом, это более чем достаточно. То есть, давайте сейчас посмотрим, как эта машина заезжает на тот же бордюр. То есть, это обычный такой городской тест. Многие из наших подписчиков, приезжая к нам на сервис, на ремонт, задают вопрос, что такое кнопочка АТ-Power. Покажи ее. Значит, нажав эту кнопку, загорается индикатор на приборной панели. Вот такой вот аранжевый, вот он горит. Значит, это аналог спорт режима Сузуки. То есть, здесь, как вы видите, электроника нет. Соответственно, селектор не двигается ни влево, ни вправо. Вот это единственный способ включить спорт режим. То есть, как это работает. У вас при нажатии кнопки коробка опускается на одну передачу вниз, если есть возможность. И последующее переключение происходит на одну тысячу оборотов выше, чем должно быть. То есть, если в норме эта машина переключается около четырех тысяч, то она будет переключаться около пяти с половиной, шести тысяч оборотов. Нужно это для того, чтобы динамично ускориться на трассе для обгона. Ну, подъехали мы на сярость. Теперь давайте мы ее поднимем. И я расскажу вам то, ради чего вы смотрите этот ролик. То есть, что ожидать от ремонта и вообще к чему готовиться. Какие у этой машины, именно непосредственно у этого года, слабые места. Закончили мы с вами по катушечке. Прошел тест-драйвчик, пролетел. Теперь давайте поговорим о богатом внутреннем мире этой 2.4. И чем она отличается от старой Витары 2-х литровой, которая была до 8-го года, до рестайлинга. Ну, так будет проще просто говорить о разнице. Итак, Кирилл, значит, что у нас здесь свое. Значит, свои блоки управления, то есть двигателем в частности. Своя проводка, свой силовой агрегат. То есть, мотор полностью свой, ничего не имеет общего с 2-х литровым. Отличается также ГБЦ. Соответственно, катушки зажигания, форсунки. И вся прочая периферия. Значит, отличный от 2-х литров насос гидроусилителя. Вот, если ты возьмешь приводной ремень сюда, систему. Значит, ты увидишь, что здесь стоит на 1 ролик. Скажем так, сейчас я открую него. На 1 ролик больше. Потому что на 2-х литров идет 1 ролик обводной. А здесь их как бы 2. И плюс еще натяжитель. То есть, всего в этом моторе 3 ролика. Значит, как я и говорил, здесь свой насос ГУРа, который тоже не пересекается с 2-х литровой машиной. И еще много всего. Но есть, соответственно, и те узлы, которые пересекаются. Ну, например, как блок ИБС. Вот тот блок ИБС, который без ЕСП, он идет и на 2-х литровых машинах. О ходовой, об отличиях и взрослых моментах поговорим позже. Значит, основной проблемой этой машины является двигатель. То есть, если брать 2-х литровый агрегат, который нам известен уже достаточно давно, на фоне этой машины он беспроблемный. То есть, первое, что вам надо запомнить, то, что мотор 2.4 одноразовый. То есть, он не точится. У него нет ремонтных размеров. Это его самое важное отличие от 2-х литрового. Во-вторых, все 2.4. Ну, вот эта вот машина 2008 года, здесь особо это ярко выражено. Значит, у автомобиля 2008-2009 года был производственный дефект. То есть, блоки двигателей по левой стороне трескались. И наружу, в моторный отсек, начинал поступать антифриз. У нас, кстати, там было видео, мы оставим под этим ссылочку. То есть, можно будет посмотреть, как это выглядит. Но, как заявил производитель, после 2009 года они переделали конструкцию блока. Это правда, блок изменился. Однако, не решили еще один вопрос, который продолжает терзать владельцев этих автомобилей. То есть, в чем проблема? Проблема в системе охлаждения. Так как соты радиатора охлаждения достаточно небольшие по размеру, в них застревает мусор, который вы получаете через решетку радиатора, когда двигаетесь. Значит, соответственно, между радиатором кондиционера и охлаждением образуется такое пуховое одеяло с травинками, еще с чем-то. Температура на этой машине взлетает моментально. То есть, как буквально 5-6 секунд, и стрелка, она из нормального положения уходит в красную зону. Что происходит потом? Потом начинаются проблемы с ГБЦ. То есть, вот такая вот головка, надо дать должное, она достаточно тяжелая. Она стоит около 6 тысяч. Бля, 50 тысяч. Вот, я бы, в принципе, переживал бы по поводу этого агрегата, но не буду. Почему? Потому что с этой головой что самое страшное уже случилось. И при всем желании хуже я ей не сделаю. То есть, обратите внимание, на ней нет трещин. Абсолютно. То есть, ни по камерам сгорания, нигде внешне абсолютно нормальная голова. Что же с ней произошло? То есть, ребят, из-за перегрева, из-за перегрева, эту голову просто повело. Причем повело так, что вот эта привалочная плоскость, которая должна идти к блоку, она кривая, как турецкий ятаган. Более того, значит, деформация обычная. Доходит вплоть до постели распредвалов. То есть, эта голова, при всем ее цветущем внешнем виде, она не подлежит восстановлению. Проще говоря, это просто вторчермет, это алюминий. Не более. Ну, говоря о дальнейших отличиях, нельзя не упомянуть про цепи. То есть, вот так выглядит цепь, которая ставится на двухлитровый мотор. Значит, эти цепи шумные. Об обрыве они предупреждают своего владельца. То есть, появляется звук дизельный при работе двигателя. А вот так выглядит цепь от мотора 2.4. Она многорядная. То есть, соответственно, как бы шума при ее работе не будет. Надо понимать, что производитель не указал регламент замены этой цепи. Ну, если отталкиваться от логики, то, в принципе, разумным показателем для замены является пробег в 160-170 тысяч. Дальше уже, что называется, как Господь даст на везение человека и на крепость металла. Что еще? Ну, естественно, здесь свои поршня. Вот, как вы видите, этот поршень имеет очень короткую юбку. Получается, что он широкий и низкий. Именно этим обусловлен на многих машинах звук перекладки. То есть, стук при работе двигателя. Когда вот эта вот юбка поршня начинает молотить по цилиндру. Как я уже говорил, цилиндр не точится. То есть, в этом случае вас ждет замена блока. Ну, блок стоит от 120 тысяч. То есть, поршневая, то есть, удовольствие не дешевое. Что еще хотелось бы сказать по поводу этого автомобиля. Здесь свой компрессор-кондиционер. И надо отдать должное, он тоже не совсем удачный. То есть, частенько на 2,4 идет стучок, который многие путают со стуком двигателя. На деле же, как бы, источником звука может являться компрессор-кондиционер. То есть, приезжая на сервис, прежде чем сдаться, скажем так, в непрофильный сервис, на переборку там двигателя, замена блока, обратите внимание вот на этот вот аспект. Ну, а теперь давайте ее поднимем и посмотрим, что же там снизу. Значит, что касается тормозной системы этого автомобиля. Значит, у Сузуки, там вообще конструкторы забавные, ребята. То есть, если вы посмотрите на передний суппорт этой машины, кстати, вот он, на колодке тормозные с дисками, то чудо будет заключаться в том, что эта тормозная система без изменений встретится вам на моторах 1,6, трехдверных версиях этих автомобилей, автомобилях двухлитровых, 2,4 и 3,2. То есть, как бы инженеры решили, что, в общем-то, вот этого вот девайса будет хватать для того, чтобы останавливать автомобили с любым объемом двигателя. Но, к сожалению, в жизни это не совсем так. Значит, что у нас, как бы, дальше? Значит, дальше, давайте сюда поговорим о передней подвеске. Ну, как вы видите, здесь Макхерсон классический. В общем-то, по большому счету, с передней ходовой этого автомобиля бывают следующие проблемы. То есть, как бы, проблемы с пыльниками шрузов с нарушениями. Они здесь пластиковые, но иногда тоже они трескаются. Значит, и основная проблема – это выход из строя вот этих вот сайлентблоков, задних сайлентблоков, передних рычагов. Там бывают обрывы. Они, кстати, отличаются от рычагов двухлитрового автомобиля, то есть, до 2008 года, которые были, в 2008 году стали ставить усиленные сайлентблоки как на 2,4, так и на двушки. То есть, они более крепкие. И вот правильные рычаги с правильными сайлентблоками, в общем-то, по нашим дорогам, ну, выхаживают порядка 80-90 тысяч. То есть, это много. С чем не бывает проблем? Не бывает проблем практически с рулевыми наконечниками. То есть, они здесь вечные. С тягами, ну, понятно, да, то есть, если какие-то ямы, бывают вопросы и по тягам. Что касается тяг наконечников, поворотных кулаков, ну, по сути, если вы берете не оригинал, то амортизаторов, то здесь все такое же, как на двушке. То есть, здесь никаких засад и проблем нет. Значит, передний мост. Номинально передний мост отличается от двушки, которая выходила до 2008 года. Но если взять двухлитровую версию с 2008 года, то, по большому счету, на автоматах, как бы, мосты одинаковы. Отличие заключается в том, ну, здесь я не покажу, к сожалению, стоит защита. Ну, смысл заключается в том, что вот эти вот фуанцы отличаются. Видно, наверное, да? Куда крепится передний кардан. То есть, а по большому счету, как бы, конструкция та же. Надо отдать должное, что вот эти вот модифицированные мосты, они не имеют тех проблем, которые имели первые двухлитровые витары. То есть, они не гудят с такой частотой, а, в общем-то, достаточно долговечны. Соответственно, здесь отличаются карданы. То есть, от двухлитровых версий карданы здесь тоже свои, и передняя. Опять же, по креплению к фуанцам. Значит, что касается раздаточной коробки. Значит, раздаточная коробка здесь такая же, как на двухлитровой версии. Как я и обещал во время обзора, значит, вот он моторчик волшебный, который перемещает, переключает режимы раздатки. То есть, здесь переключение электрическое, руки не задействованы. В общем-то, если следить за агрегатом своевременно, менять в нем масло, то и проблем никаких не будет. Как видно по системе выпуска, то есть, диаметр выпускной трубы больше, чем на двухлитровой, и у него иная конфигурация. Задняя подвеска. Так, нет, сюда же. Только единственное фонарь было. Вот так вот. Значит, ну давай тогда прямо подойди вот сюда лучше. Значит, задняя ходовая здесь полностью, по сути, исключая подрамник, потому что после 2008 года передний и задний подрамник, они как бы чуть поменялись. Она здесь такая же, как на двухлитровой версии. В общем-то, она является вечной. То есть, очень долговечные саленблоки кулаков, то есть, непосредственно, сами рычаги с ними, никогда ничего не происходит. Практически вечные привода задние. Единственное, что бывает с трансмиссией этой машины неприятного, это теча. То есть, вот можно посмотреть, здесь есть легенький напыльчик, который со временем станет проблемой. То есть, отторевол это предвестник замены сальников. Но эта проблема, как бы, она, в принципе, на всех внедорожниках, и касается она не только заднего редуктора. Но касается она, в первую очередь, это передний правый сальник переднего моста, сальники стыка, раздатки и коробки, и, соответственно, сальники кордонов. То есть, все это здесь периодически течет. Интервал разный. Ну, в среднем, там, можно взять, там, за точку отсчета 80-100 тысяч. То есть, раз в это время, надо будет менять их. В целом же, задняя подвеска не доставляет никаких хлопот, кроме проблем со сход-развальными болтами, о чем я уже не раз говорил в других обзорах по этим машинам. То есть, так как они не анодированы, они их записают, и через 2-3 года, если вы не делаете развал-осхождение, свернуть их уже невозможно. То есть, только замена. Ступица также такие же, как на 2-литровой версии, то есть, внутри магнитное кольцо, с которого считывают датчики. Покупая аналоги, обращайте внимание на то, чтобы внутри ступицы были магниты. Иначе, при всем одинаковом дизайне внешнем, АБС у вас работать не будет. То есть, нет магнитов, нет АБС на этой машине. Что еще бывает здесь? Вот, дай сюда свет. Значит, это верхний рычаг. У него есть шаровая опора, вот она. То есть, при пробегах около 200 тысяч возникают проблемы с этими шаровыми опорами, а так как она вальцованная, то меняется весь рычаг. Стоит он в районе, там, сейчас, при текущем курсе 16 тысяч рублей. Мало это или много, я не знаю, судить вам. В целом, подбиваем итоги нашего разговора. Что можно сказать об этом автомобиле? Это не хороший и неплохой автомобиль. Это автомобиль, который, ну, максимально подходит под российские условия. И ожидать от машины, от 10-летней, там, или от 5-летней, того, что на наших дорогах она будет ломаться, немудро. Мы делали обзор по неисправностям похожих автомобилей ссылка будет также под этим видео. И вы сможете сейчас, после просмотра этого видео, если для вас это актуально, вернуться и посмотреть все болячки. Там мы о них говорим более подробно. Ну, в целом, надеемся, что сегодняшний обзор оказался для вас не бесполезен. Вот, не очень я вас утомил, поделился чем-то новым и важным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Внизу группа во Вконтакте, ссылочка. Там можно задавать любые вопросы по ремонту, получать бесплатные консультации. Спасибо за просмотр. До чего? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok